Привет мастера, обсудим с вами вторую часть нашей темы продувания кладки кирпичной или просто пустошевка. Эта проблема обычно встречается в кладке цокольных частей зданий, так как эти места люди оставляют под дополнительную отделку, не прилагая контролю и вообще качеству строительства подобных участков стен какого-то особого внимания. И тогда образуются такие каналы, по которым даже обычный ветер может напрямую проникать, продувать сквозь эту кладку в само помещение. Также могут создаваться внутри стены восходящие потоки, которые будут выносить или просто переносить какой-то объем теплого воздуха либо в чердачное помещение, либо на верхний срез стены, таким образом выбрасывая его на улицу. Даже не смотря более подробно вы можете присмотреться к цокольным участкам кладки любого дома и найти, что там масса сплошная щелей, потому что люди вот эти кладки еще раз говорю кладут как попало и в этом весь корень проблем. Мы вам постараемся объяснить как можно избежать этого этой проблемы при строительстве дома и как можно устранить ее если у вас уже это есть проблема. Вот посмотрите вот перед нами сейчас участок стены в процессе кладки и вот эти швы которые вот у нас сейчас перед нами вот так вот выделены мигают они так уйдут в стену с полной пустотой и получится из них та стена которая вам показывал в натуральном виде уже в построенном доме. потому что такого качества раствор он не в состоянии проникать сверху в эти вертикальные швы, просто кирпичи просто сказать лепят друг на друга как попало нисколько не прокладывая раствор вот здесь вот вертикальных вот этих стыках. Возможно кто какой-то из каменщиков кладет какую-то малую порцию раствора, но так как кирпичи используются в основном теперь много используется кирпичей совсем не одинарных а побольше повыше то там уже закладка этого раствора уже очень даже затруднительно. Поэтому вот самый главный источник проблем вот этого продувания вот эти пустые пустые швы, которые просто-напросто невозможно забить никаким раствором полностью. Единственное какое мы предлагаем решение, когда ваши рабочие кладут ваш дом, пускай они кладут эту стену так как могут порядно, чтобы можно было хотя бы через ряд через два вот этой центральной швы просто делать жидкий цементный цементно-песчаный раствор, когда они вот уже стену завершили, вот заливать эти швы как-нибудь уже отдельно сверху проходить, но это больше, больше работы, это больше трудозатрат, конечно и станет это все вам дороже, но тогда ваша стена не будет продувная, потому что сверху просто взять и залить эту стену раствором, черпая его ковшом типа как штукатурным тоже нельзя, потому что вы забьете все вот эти вот поры пустоты, вот эти вот вашего пустотного кирпича и его эффективность как таковая просто-напросто пропадет и поэтому сами представляете, что вопрос герметизации этих швов весьма и весьма затруднителен. Ну вот элементарно видно как воздух проникает сквозь эту кладку по тем щелям, которые останутся. Вот видите стрелки указывают пути движения этого воздуха, но не надо иметь особой фантазии, чтобы представить как воздух проникает сквозь эту кладку, потому что когда ветер продувает через такую стену, то ковер с другой стороны если повесить, то вот он будет на этой стене висеть и колыхаться, будет надуваться и простыня будет как парус надуваться. Кроме прямого продувания воздуха через слои кладки горизонтальные, возможно также его подъем вертикально по каналам. Как вот видите у нас на стрелках нарисовано, один кирпич перекрывает другой кирпич и под кирпичом получается и находится тот самый канал прохода воздуха, который напрямую через вот эти отверстия пустотного кирпича может подниматься на ряд выше, на два ряда выше и полностью стена у нас получается такая пропускная для воздуха. Воздух по стене поднимаясь прогревается от стены дома и создается уже тяга просто в этой стене. Вот видите вроде стена и кирпичная, а движение воздуха в ней присутствует, как бы то ни было этот воздух уходит на улицу унося тепло. Продувание возможно по всей плоскости стены, но так как люди используют обшивку на стенах, то прямое продувание более всего происходит как мы сказали в цокольной части. Также в этом продувании участвуют и плиты перекрытия, так как отверстия плит перекрытия вложены в стены, которыми примыкает та же кладка с щелями и все это работает вместе в едином комплексе. То есть как по внешней стене происходит движение воздуха прогретого внутри стены и выброс его в верхней части кладки, так и в средней стене происходит подъем воздуха. Если стены наши заштукатурены с двух сторон, то получается у нас труба образуется даже в средней стене. И тогда вот эта плита, в которой проходит воздух с внешней стены, можно сказать холодной, тогда вот эти плиты перекрытия у нас становятся просто холоднее, чем должны быть, так как по ним проходит воздух сквозь стену. Это будет у вас просто холодные полы. Представляете, что с одной стороны плиты ваши охлаждают вот этот вот сквозняк, а с другой стороны вы устраиваете над ними дорогостоящие теплые полы, которые сами стоят приличных денег, их монтаж, да и плюс электроэнергия или прочее на их сам прогрев. Если ваш дом уже построен, то можно как-то восстановить норму сохранения тепла, а штукатурив внешнюю стену с внутренней и с наружной стороны обязательно, очень не обязательно качественно красиво, но обязательно герметично, чтобы не было никаких щелей и трещин. О средней стене мы ничего не скажем, потому что можно ее обшивать чем вы хотите, не штукатуре даже. Но если вы поштукатурите все стены ваши, то это будет еще более качественно и еще более верно, потому что тогда ваши стены не будут работать как теплообменник вот с этим продувным воздухом. Штукатурить надо внешнюю стену полностью до самого грунта очень высокого качества цементным раствором, нисколько его не экономят, давая большую норму. И обратите внимание вот на те участки, которые мы вам показывали в первом видео, когда нижняя часть стены оставляется и не штукатурится где-то в районе плиты перекрытия, надо чтобы штукатурка ложилась полностью до самого низа и была полностью сделана качественно и герметично. Также нужно полностью заливать бетоном такие проемы проушин плит железобетонных, потому что сквозь них также подсасывается воздух из-под пола. Не рекомендую я штукатурить в кирпичных домах уже вот эту цокольную часть изнутри, потому что это мешает выравниванию влажности в стенах. Если у вас эти стены не будут оштукатурены, то кирпич будет там находиться в более благоприятных условиях, потому что будет у него возможность после отсыревания высыхать в летний период и в общем эта влажность не будет там накапливаться. Если вот рассмотрим этот вопрос с оконным проемом, то надо вам отделить. Вот видите, мы нарисовали стрелочку, по которой воздух поднимается, то есть спускается от оконного проема. От оконного проема его кладка, клад по кладке спускается, идет по плите перекрытия и уже уходит в среднюю стену. Средняя стена является так называемой трубой тяги, потому что воздух, мы с вами вот гидроизоляция под плитой есть, она уже исключает, если правильно она уложена, исключает подсасывание воздуха из цокольной части кладки. И чтобы избежать подобного подсасывания из-под подоконника, из-под места, где установлено окно, потому что много домов, в которых вот это запенивание не было произведено, потому что окна стоят уже какие-то долгие годы, то нужно учитывать, что из этого участка воздух может поступать совершенно обратно от подоконника, проходя сквозь стену и вот так вот поднимаясь наверх. В этом случае тоже нужно предпринять некоторые усилия, чтобы герметизировать эту зону. Чтобы избежать этой проблемы, если вы меняете окно, то вот это вот под подоконное пространство, нужно полностью все эти щели залить жидким цементным раствором, так как бы сказать, слегка забетонировать вот этим, зажелезнить его вот этим цементным раствором, чтобы уже полностью герметизировать и не дать возможности проникать воздуху вот в эту стену. Также вот эту гидроизоляцию, которую укладывают под плиты перекрытия, где вот у нас уже подвальное помещение, надо уделить этому особое внимание, чтобы все было там без разрывов и качественно выполнено. Также еще раз вам скажу, что обязательно полное штукатуривание тех поверхностей, которые мы вам сказали, оно обязательно, а уже после этого вы можете обшивать свой дом как хотите и чем угодно, если вам это будет нужно. А полная штукатурка, даже не красивая, обязательно должна присутствовать. Тогда не будет никакого продувания. Также верхнюю часть кладки, выходящую уже выше плит перекрытия на крышу, также нужно заливать жидким раствором, все эти жидким цементом, все щели, выходящие на поверхность. Также нужно уделить особое внимание производству вентиляционных каналов внутри стены. С ними нужно поступать так же, как строят для дымоходов, обрабатывают эти каналы изнутри. Просто во время их строительства их нужно слегка подштукатуривать с внутренней стороны, чтобы внутри эти каналы дымоходные, то есть вентиляционные, не были открыты кладкой и все вот эти щели не пускали туда воздух из тех помещений, которые вам не нужны. И вообще, чтобы этот дымоход, этот вентиляционный канал не тянул воздух по стене. Они просто должны быть подштукатурены изнутри. Также подрозетники, которые вы будете высверливать в стене, там должны быть специальные вставляться стаканчики на раствор, потому что через эти подрозетники также очень значительное проникание вот этого воздуха с улицы происходит, если снимать специализированные камеры. Это очень видно.